марина данилюка или данилука вопрос про животных и выполнение практик вы уже рассказывали много раз большая просьба расскажите еще раз хорошо если собака будет другой комнате за закрытыми дверями то можно ли слушать шумы и читать коды можно не с закрытыми пусть будет рядом не будет ли как-то негативно на щенка воздействовать нет не будет как поступать животными во время заседания пусть сидят также не обязательно обязательно будем на обряде 13 ноября как правильно поступить собакой достаточно ли будет если он будет за закрытой дверью к сожалению на вот этом обряде не нужно чтобы собаки находились рядом но и не нужно их вообще выгонять куда-то в чулан садить если он может полежать а судя по нему он может полежать в любом другом месте поэтому ему поставите тарелочку где-то и ваша такая прекрасная красивая просто потрясающей красоты собачка отдохнет другом месте я люблю животных мне нравятся животные я люблю людей мне нравятся люди но жить животными я не могу почему к сожалению мне мешает аллергия и это единственное на что вот у меня есть аллергия это пух котов и пух собак не знаю ничего сделать с этим не могу хотя больше ни на 100 аллергии нет может это в детстве себе что-то придумал людмила шестакова как эзотерически если бы у меня была возможность иметь животное я бы хотел иметь корову она красивая она красная они добрые они все время жуют я бы рядом с ней медитировал смотрел бы на нее она такая красивая они такие добрые знаете смотрю на коров вот и мне всегда так нравится вот для меня но если кому-то интересно мое мнение лично самое наверное прекрасное животное которое на земле когда-либо видел по качествам своим это корова она не страдает она не мстит она живет своей жизнью такое ощущение как будто она находится все время в состоянии духовного адвайты и просветления ее можно доить она запросто там рожает ребенка а детей не отказывается всегда верная знаете ну и коровки они такие они добрые они не дерутся могла бы лягнуть сильно но обычно этого не происходит они такие теплые